Дать дорогу приватному бизнесу, значит, умоцовать экономику и забеспечить людей прационными местами. Это добро ведут в Октябрьском. Все лета, не глядя на риск деятельности в пандемии, в районе появилось несколько приватных предприятий. И воволь, количество субъектов малого и среднего предпринимательства в этом регионе растет. С начинающими бизнесменами встретилась Марина Джалая. Сергей Рогович – владельник один на весь Октябрьский «Аутамыни». Наведвальника упривабливая коштом и якостью предоставления послуг. 13 годов мужчина працавал на белорусских и российских будовлях, а потом вырышил – хопить ездить по чужих городах. Треба сесть и укласти свои силы и сродки в открытие уласной справы. Некольки сябра у Сергея уже открыли свои «Аутамыни». Было у кого перенять вопыт. Мужина усе подробно выучил – от необходной документации до техничных моментов. Написал бизнес-план, арендовал помешканья и наприканцы лютого приступил до працы. Ресурсы – уласные сродки, допомога родных и невеликий кредит. Сергей нанял помощника и «Аутамыни» почала обслуговывать клиентов что дня. Потом зрозумел, что есть практически пустые по выручце дни и скратил працоны тыдень до четырех днен. Зараз тут можно помыть машину с четверга по неделю. Заразше у якости додатковой креницы доходов Сергей придумал предоставлять такую послугу, як чистка дивану. Прекрасно себе отдавал отчет, что могут ехать, могут не ехать. У меня такая сфера еще, что я от погоды очень завишу. То есть, если идут дожди, я ничего не делаю. Но я людям предоставляю сейчас такую услугу, как мойка ковров. То есть, люди в квартирах живут, у кого-то не получается. У нас мойка ковров тоже, она как бы есть, организация, которая этим занимается. Ну, я расширяю свой спектр услуг населеннюю. За 10 километров от Октябрского у весты Шкава живе Раиса Ходас. На приканце минулого года она так само стала индивидуальным предпринимальником. Ее муж некальки годов тому загинул, сын у армии, дочка вучится у лицеи у городским поселку. Жанчина за свое житё изменила некальки сфердейности. Шмат годов, например, працавала на ферме. А недавно вырышила увасобить у житё мару – развести овечек. Пришим у Раисы уже есть уласная урожальная ферма. На подворку корова, породистые свиньи, трусы, куры. Жанчина стала на биржу працы и смогла отримать субсидию на овечках годовлю. За 3400 рублей у выделенных державой набыла 14 овечек романовской породы и корм. Зараз у Атары 23 головы. Уже и акот был. За дорослыми живелами бегут маленькие ягняты. Созразумелых развития бизнеса – продаж мяса. Споколь складанных на прамках – реализация волны и шкур. Треба шукать рынки сбыту. Реализация мяса. У меня сверху ребята живут в избе, которые работают на пелораме. Они покупают. Уже сколько раз приходили. Но еще пока мне жалко. Маленькие где-то. Ну, жалко. Хочу немножко развести, где-то что-то продать. Единственное, что, конечно, тяжело в плане того, что шерсть некуда сбывать, волну эту. И саму шкуру. Раньше, если много было этих кожевельных, то сейчас все это прикрыли. До речи, приватный бизнес – серьезная, складающая экономики района. Усяго тут зарегистровано коля 300 субъектов малого и среднего предпринимательства. За некольки месяцев этого года на территории Октябрьского появились четыре новые предпринимательства в промысловой сфере. А это – додатковое прационное место для ЖХРУ. Рассматриваем вопросы по созданию новых предприятий не только в сфере промышленности, леса, но и в сфере сельского хозяйства. Обращаются люди, которые хотят заниматься на земле, хотят развивать какие-то новые направления, от овцеводства до развития мясного скота. Я думаю, мы пойдем навстречу, будем тоже обращать, вернее, будем выделять им землю для того, чтобы эти люди могли нормально на своей земле достойно работать и зарабатывать. Вот это основное направление, которое мы увидим для развития района. Еще раз повторюсь, это, конечно, малый и средний бизнес, которому максимально открыты мы, как органы власти, для того, чтобы создать им условия, для того, чтобы они спокойно работали и развивались на территории нашего района. С початку года середняя зарплата по районе повеличилась на 15%. И добробыт насельничество, уплывненное керовничество Октябрьского, будет расти. Марина Джала, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель» из Октябрьского района.